Зачем мы это проводим и зачем мы хотим, чтобы это проводили локальные партнеры, с которыми мы работаем в городах? Сейчас шаг назад сделаю. Чемпионат каким образом устроен? У нас в каждом городе есть партнер, как правило, инкубатор, технопарк или, в общем, кто-то из вас. Тут частично сидят люди, которые жилетных предпринимателей годами проводят и нас поддерживают. Мы с ними связываемся, сейчас расскажу, по какой механике мы с ними работаем, и в городе проходит игра. Обычно от нас человек из инкубатора вышки на игру приезжает. Ну, там, за редким исключением. Затем те команды, которые победили, отправляются на финал. Одна или две. У нас менялась в зависимости от географии. Это хороший инструмент вовлечения в предпринимательство тех людей, которые вообще об этом не задумывались. Или задумывались, но у них даже близко нет идеи и вообще понимания, чего происходит. Это вот инструмент, который позволяет показать, что предпринимательство – это не только тяжелый труд, об этом все-таки многие подозревают. Хотя Алена сегодня правильно сказала, что не все. Но это действительно в какой-то момент весело и классно. Ну, такой некий игровой момент, он помогает действительно привлечь внимание, дать понять ребятам, что свой бизнес – это тоже можно осилить, что эта опция, она реально. Потому что все-таки есть некий стереотип, что они бизнесмены, это люди из другой реальности. Нет, не так, ты тоже им можешь стать. Посыл такой. Это хороший формат для привлечения правильных людей к себе на площадку под правильными людьми. Я понимаю, коммерческие компании, поднимание некого спонсорства и привлечения партнеров, которые дадут какой-то бартер, а потом вернутся к вам на следующем. На следующем мероприятии помогут еще что-то вам сделать. Или, возможно, к вашим резидентам вернуться, консультировать. Почему хороший? Потому что он легко делается, но при этом реально выглядит как конфетка. То есть его очень тяжело сделать плохо, вот по-честному. Он однодневный, короткий – 4-5 часов. И у меня очень мало было историй, а провела я игр 70, суммарно, наверное, если не больше. Уходил кто-то печальный и недовольный. Уходят либо довольные, либо довольные плюс, а вот сделайте еще вот это, то есть дают еще обратную связь. Я не знаю, почему так. Вот он волшебный этот формат в этом плане. Хороший формат также для работы со стартапами, с технологическими, потому что технологию можно вынести вот у вашего резидента. Для нее устроит мозговой штурм, а 60-70 молодых ребят, несмотря на то, что они не разбираются в предметной области, иногда выдают очень крутые идеи. Чаще всего случается, если быть честными, что разработчик говорит, да, мы обо всем об этом задумывались, но круто, что кроме меня об этом еще кто-то думает. Это они таким образом подтверждают некие гипотезы, что не только им в голову пришло применять технологию так, а еще и там, допустим, их целевая аудитория, если это опять эти же студенты, они в ту же сторону думают. Но были случаи, когда очень сложные технологии, ребята воника в час, придумывали существенно, там, совсем другое решение, и разработчики стояли с квадратными глазами и говорили, блин, а почему мы пять лет делали и до этого не додумывались, как это круто. Опять-таки этим механизмом хорошо в стартапы новый народ привлекается. Когда ребята час над технологией работают, там, есть вот этот игровой момент азарта, что хочется выиграть, они немножко к ней прикипают, если они потом ищут работу или практику, или где просто там прикольно потусоваться, присмотреть какой-то рабочий опыт новый, они к этому стартапу могут прийти. Такой поиск, ну, лояльных людей. Работа с экспертами. Я не зря сюда эту фотографию прикрепила. Вот тут сидит Громковский сзади, который с нами был. Это финал чемпионата этого года. Вот тут совсем впереди сидит владелец Life Internet Герман Клименко. Я бы никогда в жизни не подумала, что эти люди придут на финал деловой игры, на которую приехали студики, там, из четырех стран. Ну, правда, студики. Они пришли, и более того, ушли очень довольные, сказали, что здорово, классно, и надо такие штуки проводить. То есть, ну, вот, формат веселый, и даже серьезные эксперты приходят. Это хорошая платформа, чтобы начать с ними дальше работать над более серьезными вещами. Как мы это дело проводим? От нас локальный партнер получает все методики руководства, брендбук, анонсы, афиши, тексты, которые, в общем, все вот это содержательное наполнение, получают помощь в привлечении спонсоров. Мы даем спонс-пакет, плюс дергаем компании на каком-то там федеральном уровне. У нас вот в этом году получилось случайно, но я надеюсь, что эта история станет постоянной, Теле2 сначала были привлечены как спонсор в Воронеже, а затем другие подразделения узнали, и в Архангельске Теле2 сами мне уже позвонили и сказали, а мы хотим прийти на железный предприниматель в Архангельске. Ну, вот такая история. Стараемся помогать тоже со спонсорством, чтобы у вас тоже был шанс заработать на этом формате чего-то. В этом году у нас новое введение. У нас будут образовательные блоки от нас и от наших партнеров к игре. То есть большие компании, с которыми мы сотрудничаем, Mail.ru, SAP, им очень интересно возить своих специалистов в регионы и повышать технологическую грамотность. Вот такая история, надеюсь, в этом году состоится, в этом сезоне в новом. Работа над кейсом на наших плечах, потому что действительно не самое простое из этого всего. Опять-таки, этот стартап может быть из вашего инкубатора, ваша резидент или дружественная вам компания технологическая. Просто работаем мы с ними, чтобы в нужный формат это облечь, чтобы пользу получили и участники, и он сам. Ведущий, ну, приезжает человек, мы последний чемпионат проводили вдвоем с Аней Моисеевой, собственно, либо я, либо Аня в этом году. И девчонки нам немножко помогали еще. И затем мы на финал забираем команду победителей. Финал в этом году мы форматнули полностью. Раньше это была такая же игра, за час нужно подумать коммерциализацию, потом презентовать. Мы сделали двухдневный полноценный тренинг, и ребят там просто учили, учили-переучили, очень хорошие тренеры, и они два дня это решение создавали. Уехали довольные. Они озадаченно уехали, но довольные. От локального партнера мы берем организационный взнос. Он у нас в этом году был 25 тысяч рублей. Для нас это не те деньги, которые нам делают продукт, ну, нам, железный предприниматель, прибыльным. Это, скорее, гарантия того, что партнер не отвалится в последний момент. Такой некий, скорее всего, мотивационный взнос. Мы по этой причине его скорее берем, чем заработать. Мы не зарабатываем на этом. Зарабатываем на спонсорстве все-таки. Организационная поддержка, ну, это понятно, организовать нам помещение, проектор, вот, все, что нужно для игры. У нас есть прям списочком райдер, что нужно. Анонсирование и сбор участников. Вот, наверное, самый сложный момент, чтобы в регистрации было, ну, порядка, там, ста человек, чтобы на игру в итоге дошел 50, чтобы было 10 команд по 5 человек. И пригласить жюри. Жюри, на самом деле, не самое сложное. Достаточно, ну, 5-6 человек с разных сфер. Тут важен, наверное, какой-то практический опыт. Даже не важно, не обязательно, чтобы человек разбирался в кейсе, который будет. Потому что за час ребята не сильно углубляются в технологии. Важно им донести какие-то общепредпринимательские вещи. Кейс, скорее, как инструмент. Ну, если вдруг это стартап какой-то ваш местный, то, соответственно, человек, который разбирается, он уже в жюри и сидит, и он на технологические вопросы, на техничке он может ответить. Это здорово. Всегда. И отправление этих 5 человек на финал в Москву. Ну, там, транспорт, билеты. Плюс в этом году было проживание, но проживание, может, и мы компенсировали. Как в этом году посмотрим. По динамике быстренько пробегусь. Когда-то давно это были разовые игры. И это было дело в Москве. Ну, кстати, я зря Москва написала. Они везде проводились в России. Они были какое-то время под битом, под конкурсом бизнес-инвестиционных технологий. Потом бит не до него стал. Забрали мы это и сделали из этого чемпионат. Вот захотелось на уровне. Там не было какой-то стратегии. Потом случилось, что действительно востребованный формат оказался. Было 20 игр. Была только Россия. Это вот 2 сезона назад. В прошлом сезоне мы приросли очень сильно Украиной. И в этом году у нас случился какой-то просто коллапс. Мы провели вдруг внезапно 50 игр. Нам пришлось сделать полуфиналы. Вот эту трехступенчатую структуру. И у нас теперь 4 страны. На Украине отдельный под чемпионат. Он вот силами коллеги Коля Савина проводится. Один мальчик, но он какое-то безумное количество игр делает. Все классно. И мы с одной стороны довольны, что всего так много и мы растем. Но с другой стороны сейчас понимаем, что сил уходит очень много. А своих целей по зарабатыванию денежек и по качественной работе с аудиторией мы не достигаем. И мы делаем такой шаг назад в этом году, в этом сезоне. Будем проводить чуть меньше игр, но делать дополнительную образовательную программу. И вот как-то в том направлении двигаться. Я наконец-то перешла не к рекламе железного предпринимателя, а чего мы почерпнули, пока его делали. Мы очень сильно поменяли вообще концепт и акцент игры за эти четыре года. Начиная от разовых игр, заканчивая чемпионатом. Если изначально это был формат для проработки какой-то технологии и вариантов ее коммерциализации, то сейчас это стало скорее тренингом командообразования. Меня очень долго мучила мысль, что надо формировать команды внешне, что в этом сила. И я действительно с этого года всех организаторов локальных заставила сделать именно так. Именно словом заставила. И мы, начиная вот с середины прошлого сезона и весь этот сезон, сделали правило, что нельзя приходить свои команды, как это было раньше. А мы формируем команду сами, организаторы, обзвоном. Да, на это тратится 6 часов, но это работает, правда. Мы формируем команды такие межфункциональные, там два гуглитария, два технаря и один экономист, к примеру. Ну, смотря какая изначальная выборка была. Но так, чтобы они друг друга не знали, и чтобы у них у всех был разный бэкграунд. Как я к этому пришла, я на играх обратила внимание, ну, всегда есть те, кто приходит к командой, и всегда есть люди, которые пришли просто попробовать. И мы их уже там на игре обнеденяли. Выигрывают, блин, вновь обнедененные команды. И вот эта мысль постепенно навела на то, что, наверное, надо это сделать правило. И моя гипотеза подтвердилась. Я в этом году собирала фидбэк с игр. У нас был вопрос в анкете обратной связи. Понравилось ли вам, что вас объединили в группы внешние, а не вы сами пришли командой? И что вы почерпнули? Деловые контакты, дружествия никак не помогло. Подавляющее большинство ответили, что они довольны тем, что их соединили с другими людьми. Я очень боялась. У меня каждый раз я Google Doc открываю, с которым у меня отзывы. И думаю, блин, там, наверное, сейчас будет нет, 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 нет. Неправда. Люди от этого получают удовольствие. И мы стали позиционировать как возможность найти людей с другими компетенциями, нежели у тебя. Потому что от своих однокурсников, которые, например, ты программист, они тоже умеют программировать, ты никуда не денешься. А вот как найти человека, который денежки посчитает, если ты учишься на программисте, непонятно. Железный предприниматель один из форматов, где можно найти этих людей. И кейсы тоже превратились скорее в некую популяризацию технологий новых. То есть мы реально с Аней сидим и читаем постоянно все эти блоки технологические, оттуда новинки выдергиваем. То есть мы тоже некую просветительскую функцию несем. Если в городе есть классный стартап, который можно вынести на мозговой штурм, окей, возьмем его. Если нет, кейсы идут от нас, мы заставляем на училище сейчас. Делать это красиво и интересно. Поменялась очень сильно схема работы с локальными партнерами. Первый чемпионат здесь делся абсолютно от дружеских отношений. Ну там, вот, Антон, ну пожалуйста, ну пожалуйста, проведи в Томске железный предприниматель. Я такой, ну ладно, ну давай, что делать-то? Ломалась. Ну да, окей, в этом году зато ломалась, ладно. Потом перешли, в прошлом году у нас мы внедрили вот эту схему с организационным взносом. Подумали, что может быть это для нас шанс там часть расходов покрыть. Попробовали, поняли, что нет. Взнос все-таки мотивационный, все равно части партнеров по дружбе этот взнос или снимаем, или он там как все-то другое трансформируется. И сейчас, в этом году, вот, про бизнес это скорее не последний сезон, а вот будущее, которое перейдет. Очень хочется, чтобы этот формат стал возможным зарабатывать не только нам, но и локальному партнеру. Такие кейсы есть. Воронеж у меня умудрился, сейчас я тебе фоточку найду, привлечь кучу спонсоров, они, прикиньте, умудрились на одной площадке собрать Телли2, Рост Телеком, Иком Инвестор – это тоже Телекомовская компания. И они все не подрались. И все еще денежек им дали. Я не знаю, как им это удалось, потому что у Телекома просто безумный пиар, и они за это обычно режут соломкой людей. Вот. И в Воронеж там 11 примеров того, что, ну, там, Леша заработал себе денежек, нам помогли, все остались довольны. То есть формат живой, под него действительно спонсорство не очень сложно поднимать, и мы помогаем это делать. Я надеюсь, что будущий сезон вот превратится в общий наш бизнес совместно с локальными партнерами, оставляя при этом и дружбу, да, ну, без этого никуда. Сильно изменились… Сильно изменились… Конечно. Сильно изменилась схема работы со спонсорами, да. Сначала там мне было интересно, чтобы косты закрыли, вот денег дали и все. Потом я стала чуть умнее, думаю, может, кейсы можно. Там вот Mail.ru попробовали, IcomInvest пытался писать кейсы. Очень сложно идет, мы над этим работаем, но там я поняла, что, наверное, это не тот, не самый хороший вариант. Гораздо интереснее кейсы внешние, и самый интересный кейс – это резидентов, которые из этого самого города, потому что он тут же сидит, тут же дает обратную связь, тут же может этих студентов все на работу взять. Поэтому переходим к какой-то вот работе со спонсорами, что деньги плюс контент. Причем в контент я закладываю вот эту образовательную часть. С этого года будем делать еще и образовалку, доверясь к играм. Усиленный финал. В этом году в первый раз мы попробовали сделать не как обычную игру, а в виде двудневного тренинга. Судя по обратной связи и по нашим собственным ощущениям, удалось и классно. Да, это не очень много народу, на финале было 100 человек из четырех стран, но мы их нереально прокачали. Ребята действительно за два дня так поднаторели. Я надеюсь, что когда-нибудь через три-четыре они в своем городе вернутся уже к локальным партнерам в этих городах с бизнесом. Может быть не прям сразу через два дня, но через некоторое время. Сбор обратной связи. Слушайте, будете смеяться, мы не сразу догадались собирать обратную связь. Это так, капитан очевидность. Чего для меня до сих пор остается загадкой? Ну, самая моя большая боль. Так как это студенты, это люди, которые на самом раннем этапе, я не понимаю, это все-таки работает или нет. Вот честно, три года мы проводим чемпионат, и до сих пор непонятно, эти люди возвращаются, не возвращаются. То есть да, какие-то разовые случаи есть, но системно это, к сожалению, очень тяжело отследить. В этом году мы начали собирать историю успеха, мы отправили три раза рассылку по 6000 человек, которые приняли за три года участие в чемпионате. Мы получили два отклика, я буду честной. Я печалюсь над этим документом, сижу, открываю его, каждый раз у меня такая слезинка стекает. Но у меня почему-то есть ощущение, что все-таки это делать нужно, потому что среду это разогревает хорошо. Это хороший инструмент и для студентов, и для той организации, которая проводит на своей площадке эту штуку. Опять-таки, как делать добро локальным партнерам? Ну, вот про бизнес я уже говорила, про образовалки говорила. Если у вас есть идеи, как еще помимо проведения игры мы можем вам помочь в рамках этого же формата, подходите ко мне и к Ане и рассказывайте. Нам это действительно важно, потому что эту большую штуку, с одной стороны, делают два человека сотрудники инкубатора, но это неправда. Ее делает вся Россия и еще три страны, вот те организации, с которыми мы сотрудничаем. Мы вот такая единая братья, на одну общую цель работаем, и хочется, чтобы всем было от этого хорошо и правильно. И последний вопрос тоже, наверное, к вам вопрос. Если вы работали когда-нибудь с открытыми инновациями, с вот этим форматом open innovation, который вроде как близок к жилятному предпринимателю, и у вас что-то получалось, есть мысли, как это соединять, welcome, подходите, давайте пообщаемся, потому что меня это три года мучает, я до сих пор не нашла, как это можно соединить. Вот почему-то у нас это не срабатывает. Вот как идти к компаниям, и вообще имеет ли смысл идти к компаниям технологическим и предлагать им выносить свои проблемы, реально выносить свои проблемы на обсуждение. Не, чтобы это не пиар-бюджет был, а чтобы это был другой канал захода в компанию. Ну и в общем-то я за три года проведения чемпионата пришла к выводу, что да, нужно быть гибким, реагировать на рынок и понимать, что происходит, прислушиваться к локальным партнерам, к студентам, собирать вот эту обратную связь, но при этом все равно иногда садиться в тишине в угол и прислушиваться к себе. Это касается любых мероприятий, я сейчас не только по жилятному предпринимателю, это как совет мой, по итогам моей деятельности, и прислушиваться своей интуицией, потому что когда я предложила формировать команды внешне, мне все сказали, нет, Даша, это бред, да нельзя так делать, да вуз потом, там людям неинтересно, у них нет мотивации, вуз потом, как он отправит на финал, они же все с разных университетов будут проблемы с отправлением на финал, нифига, все решабельно, а ребята остались довольны и очень сильно акцент сместился, и это, ну, как мне кажется, это было правильно, поэтому себя иногда тоже полезно слушать. С этого года полностью чемпионатом за главную остается Анна Моисеева, сейчас забавную вещь скажу, вот эта футболочка, которая на слайде, там написано «Железный предприниматель 2006», ее когда-то давным-давно мне передала Маша Адамян, которая начинала этот формат в России, и вот в этом году на финале я эту футболку передала Ане Моисееву, то есть такой переходящий флаг. По всем вопросам в Кане, так как я, к сожалению, этим проектом больше заниматься не буду. Ну, если и буду, то каким-то совсем маленькими кусочками скорее консультировать. Все, у меня последний свайд, он такой завершающий нам общий с Наташей, да, я переведу для тех, кто не по-английски, мы очень эту цитату любим, что предпринимательство, оно не врожденное, оно все-таки формируется средой. Мы в это искренне верим, но так как вы все здесь, я думаю, что вы с нами заодно в плане веры в это утверждение. Все, вопросы.